Здравствуйте! В этом видео мы будем искать ну, точнее, не будем искать мы поговорим об ядрах операторов координаты импульса в импульсном представлении. До этого мы говорили про координатное представление. А теперь очень быстро пройдемся по импульсному представлению. Ну, начнем. Во-первых, в этом видео я не буду особо ничего вводить. Я в основном буду просто записывать формулы, которые следует ну, можно и не знать, но понимать, что это за формулы, что в них есть что, и уметь их в задачах применять, самое главное. Ну, и сразу напишу формулу для оператора импульса в импульсном представлении, причем уже сразу в обобщенном виде, то есть по ванной степени. И я хочу узнать ядро, то есть вот такую конструкцию записать. Слева P, справа P с волной. Ну, и формула такая. Можно, так же, как мы с координатным представлением делали, можно посмотреть вот на эту часть, а можно посмотреть вот на эту часть. Опять же, оператор P, это эрмитов оператор, у него есть собственные числа, собственные векторы, и можно раскрывать вот здесь вот, используя знания о собственных числах и собственных векторах, а можно раскрывать вот здесь вот, что направо, что налево. Ну, и отсюда два, две разных возможных формулы. это P с волной в степени n на дельта P минус P с волной, или же это P в степени n на дельта P минус P с волной. Вот, либо такая, либо такая формула. Обе годятся. Ну, а теперь, а теперь посмотрим, чему равно ядро ядро оператора координаты, то есть оператора x в импульсном представлении. Вот я записал ядро в импульсном представлении, слева P, справа P с волной, здесь у нас оператор x, оператор координаты. Ну, давайте давайте будем я не буду расписывать, как это особо получается. Все, ладно, распишу. Распишу. Аналогично тем рассуждениям, которые были для учисления оператора координаты в координатном представлении, или там оператора импульса в координатном представлении, я распишу это в таком виде, как интеграл tx, tx с волной, psi p с волной от x на ядро оператора координаты в координатном представлении, на psi p с волной от x с волной. Ну, а теперь я распишу вот эту конструкцию, это у меня ядро оператора координаты, да, оператора координаты, здесь должен быть такая, треугольничек, оператора координаты. Распишу его, соответственно, в координатном представлении, dx, dx с волной, это все сохраняется у меня, psi p со звездочкой от x, а если это расписать, то будет x на дельта от x минус x с волной. Это мы, опять же, вот это мы получали, может, в прошлом, может, позапрошлом видео. В общем, это уже было получено ранее. На psi p с волной от x с волной все это сохраняется. Ну и далее, что я хочу сделать, дельта функция, она как бы уничтожает одно интегрирование. У меня будет, тогда останется только интегрирование по dx, а потом x, psi, p с волной, p со звездочкой, psi p звездочка от x, комплекса сопряженная, на psi p с волной от x. Так, ну и получается, получается, если вспомнить, что вот это за функции такие, в прошлом видео мы писали их, это будет единица на 2π h интеграл dx, а здесь x на e в степени и не забыть комплексно сопрячь, то есть и h, и одно будет с плюсом, p с волной будет с плюсом, а это комплексно сопряженное будет с минусом здесь простоять. И x. Это все e в степени. Ну и получится, если использоваться свойствами дельта функции, это будет минус и h, минус и h, частная производная по p с волной, дельта, p, минус p с волной. Вот такое выражение получилось. То есть посчитали вот такое ядро оператора координаты в импульсном представлении. Ну а теперь я напишу сразу обобщенную формулу, то есть у меня будет теперь x в n степени, ну и формула будет весьма, весьма похожа. Весьма похожа. Минус и h в степени n на производную n степени и на дельта функцию. Ну и осталось написать формулу, как будет выглядеть действие оператора координаты, действие оператора координаты получается в импульсном представлении. Итак, действие на psi. У нас здесь psi, так что на psi. вот. Ну формула такая будет минус плюс и h d по dp psi от p. Где? Где psi от p это у нас полновая функция psi в импульсном представлении. Ну вот и все. Мы в этом видео написали то, что мы хотели написать в импульсном представлении. спасибо за внимание. До свидания.